При прохождении медкомиссии на право управлять автомобилем и приобретать оружие, помимо стандартного психиатрического освидетельствования, в ККПБ уже год проводят экспериментально-психологическое исследование приморцев. Его цель – свести к минимуму чрезвычайные происшествия с участием психически неуравновешенных личностей. Подробнее об этом прямо сейчас. Это программа «Время говорит». Меня зовут Анна Бережная. И на студии сегодня Максим Николаевич Артамонов, главный врач ККПБ. Здравствуйте, Максим Николаевич. С начала 2018 года вы проводите данный вид исследования. С 19 февраля начали это делать? Да, практически год уже. И это очень актуальное исследование, так как многие ситуации это доказывают. Буквально недавно было такое чрезвычайное происшествие на дороге, где пострадали 16 человек. Я так понимаю, что действительно была необходимость проводить вот это вот психиатрическое исследование. Расскажите об этом. Знаете, здесь нет ничего экстраординарного. Дело в том, что это практически на всех территориях нашей страны проводится. И это прописано в документах. Этим надо было заниматься. Но в Приморском крае этим не занимались. И вот мы для того, чтобы поднять ответственность наших докторов за то заключение, которое они выдают нашим обследуемым гражданам, которые хотят получить права, оружие, мы создали условия для того, чтобы мы максимально могли при необходимости изучить, что с человеком, получить все необходимые ответы на вопросы. И сказать, что да, вы можете, да, вам только пассажирам, например. Дело в том, что еще в 1993 году правительство выпустило целый перечень показаний, противопоказаний для управления автотранспортом. И в частности, те обследования, которые, дополнительные обследования, которые необходимы применять. И касается категории всех, от А до управления тягачом, там, моторная, подводная лодка, ну, так уже утериум, в общем, все категории, как дополнительный метод обследования стоит экспериментально-психологическое и электроэнцефалографическое обследование головного мозга. Что такое дополнительное? Есть перечень требований, которые надо в обязательном порядке делать при обследовании. Но это в основном касается больше наркологического свидетельствования. Там берут анализы, там есть определенный перечень. Врач-психиатр, он проводит освидетельствование, он беседует с пациентом. И уже на свое усмотрение он определяет, если есть сомнения на том, что человек неправильно немножко говорит, ведет себя, аффектирует, ну, то есть эмоционально взрывается, то есть ему назначается дополнительное обследование, экспериментальное психологическое обследование. Это все в рамках закона. Оно и прописано было очень давно, у нас, просто еще раз повторяю, до начала 2017 года оно не применялось. Хотя на других территориях это практикуется, и давно уже население этих территорий уже к этому привыкло. Во-первых, не будет ни для кого секретом, что кто особенно работал или работает в целых структурах служащих, что при премьерной работе, помимо медицинского свидетельства, у него врач-психиатр смотрит и смотрит группы даже психологов. Проводит экспериментально-психологические все методики, тесты, и человек сдает это, то есть после этого получает допуск к работе, то есть ему дают заключение, что он годен иметь право носить оружие, водить автомобиль, и это считается нормально. Никто же не говорит, почему мы этим занимаемся. В данном случае здесь мы работаем в правом поле. Врач определяет необходимость, и врач назначает. Особо тщательно мы смотрим лиц, которые оформляют водительский... Да, первый раз, потому как это достаточно тоже, надо здесь не ошибиться, потому что врач-психиатр берет на себя ответственность за заключение, выданное этому гражданину. И если в силу того, что врач-психиатр просмотрит какую-то патологию, которая может вызвать инцидент на дороге, либо инцидент самим обследуемым, то есть будут просто неприятности. Поэтому врач-психиатр, он не то что страхуется, он страхует общество от подобных инцидентов. И поэтому мы очень внимательно смотрим эту группу. Потом в обязательном порядке всех, кто идет по профнайму, работать, вождению, мы их практически всех отправляем. Потому что здесь человек несет ответственность не только сам за себя, но и за других людей, за пассажиров. И здесь, в принципе, с этим вопросов никогда не возникает. Многие граждане, конечно, хитрят. Как говорят, на каждую хитрость есть антимеры. То есть они устраиваются, например, по профнайму, но говорят, что хотят на категорию B. Но мы в справке пишем, что категорию B начали с этого месяца без права работы по найму. То есть фиксируем. Сказал, что категория B для себя, вот получите такое заключение. Поэтому и очень внимательно смотрим для тот контингент, который оформляет разрешение на оружие. Потому что человек, который приобретает оружие, он сам по себе уже, у него повышен уровень агрессивности. То есть человек покупает ружье для того, чтобы стрелять, убивать живое существо. Поэтому в обязательном порядке смотрим для того, чтобы уровень агрессии был достаточно скомпенсирован, чтобы от ружье не развернулось в другую сторону. Братьев, как говорится, уже по разуму настоящих наших. Поэтому мы этим занимаемся, чем должны были заниматься раньше и давно. То есть мы восстановили эту систему. Максим Николаевич, можно такое небольшое уточнение? Есть постановление, которое позволяет проводить данное экспериментальное исследование, но оно, я так понимаю, не обязательно. Вот где вот эта градация, обязательно или не обязательно? На чем она заканчивается или не заканчивается? Значит, есть обязательные, мы еще раз повторю, манипуляции, которые обязательно делать. Как, например, при оформлении на категорию C и выше, обязательно в порядке проводить электронософлографию. В каких-то случаях определенно. Да. Здесь мы опираемся на, как говорится, на беседу с пациентом. Если у него есть подозрение, что надо посмотреть поглубже, врач, в соответствии с законом, имеет право запрашивать любые дополнительные сведения, информацию, плоди характеристик с места работы, учебы. Ну, это мы уже утрируем, но хотя мы можем и это запрашивать. Ну, достаточно провести экспериментальное психологическое обследование. Тем более, что, еще раз говорю, ответственность врача за выданное заключение сейчас очень высока. Последние резонансные случаи, говорят, когда в Керчи стрелял стрелок, пришли же тоже к психиатру, посмотрели документы, а он только был осмотрен, он не смотрел его дальше. То есть возник вопрос. БТП с массовыми жертвами, без летальных случаев тоже пострадавшими. Поэтому надо внимательно их смотреть. Мы все равно будем работать в режиме таком, мы будем оберегать общество от граждан, которые не должны находиться там на машине, либо с оружием. То есть мы не сможем, конечно, прикрыть этот полностью пласт. Все равно кто-то будет проскочит. Но мы минимизируем эти риски и все-таки будем более пускать в общество более здоровых людей. Некоторых может смущать слово «экспериментальное». Так вот мне бы хотелось, чтобы вы рассказали, почему так именно называется и вообще как проходят данные исследования. Да вы знаете, это словосочетание такое. Ведь название как угодно можно было назвать. Просто их так назвали во всех документах. То есть никаких экспериментов. Да нет никаких экспериментов. Просто и существуют стандартизированные методики, тесты. Человек отвечает на вопросы, заполняет карточки, заполняет документы, беседует с психологом. То есть по большому счету с обследованием беседуют и врач-психиатр, и клинический психолог. Причем мы начали делать это в начале предыдущего года только потому, что мы подготовили помещение, обучили врачей, ну не врачей, а клинических психологов, а врачей, чтобы они более настороженность такую имели. И сейчас у нас все психологи, которые работают с обследованием, они имеют очень хорошую подготовку. Практически большую часть из них мы даже поручили в институте сербского по клинической, даже судебной психиатрии, для того, чтобы они видели это, в принципе, знали, то есть моменты. То есть достаточно образованные, хорошо подготовленные, в принципе, психологи. Большой достаточно штат. У нас шесть человек-психологов, так как в диспансере сейчас работают. Я прочла, что в форме тестов проходят? Только ли в такой или что? Тесты и беседы. Тесты и беседы. Дополнительные тесты и беседы. Ну, хочу сказать, что иногда очень, если врача-психиатра можно иногда, не то чтобы ввести вокруг пальца, но даже бредовый больной, зная, что он страдает, он может симулировать здоровье. Называется диссимуляция. То есть он может казаться здоровым. Может, тем более, когда большой поток идет, и врач-психиатр, допускаем, что может, в принципе, просмотреть. То у психолога обычно в этой ситуации они дают эффект, они взрываются, они возмущаются. То есть они показывают свое истинное лицо. То есть они попадают в такой, может быть, стрессовый тест такой и дают сбой. Мы их сразу, как говорится, возвращаем обратно на врачебную комиссию расширенную. Порядка 8 тысяч человек прошли исследования с февраля прошлого года. Есть ли какая-то статистика, ведете ли вы ее? Вообще, как часто выявляются все-таки случаи, когда человек не может получить право на оружие? Вы знаете, у нас самая интересная особенность такая выявилась. У нас вообще прошло за прошлый год порядка 50 тысяч обследований на оружие, на вождение, на госстайн, на госслужбу. Из них 8 тысяч мы провели через психолога. Мы тотально всех не можем физически посмотреть, и в этом нет необходимости. Врач смотрит на свое усмотрение. Если он считает нужным, он назначает. Не считает нужным, но он берет на себя ответственность, подписает документы, что человек может, годен, и в таком случае ничего проходит дальше. У нас вот эти вот обследования, как и беседы с врачом-психологом, это хороший достаточно скрининг общества. Потому как одна из задач психиатрической больницы, ну и диспансеров в частности, это помимо лечения, это раннее выявление душевных расстройств. И когда граждане попадают к нам, имеют уже определенные какие-то отклонения, в то же время они не являются явным, прямым противопоказанием для каких-то ограничений. Тем не менее, эти граждане уже попадают в поле зрения у нас. Потому как человек пишет добровольное согласие на беседу с врачом-психиатром, заполняет необходимые документы. И врачи-психиатры уже, когда он придет через 5-6 лет оформляться еще дальше, мы уже поднимем его старые данные и посмотрим, какая динамика. Если динамики нет, значит, все хорошо. Если пошла динамика, значит, мы будем знать, откуда пошли вот эти вот проблемы дальнейшего, как говорится, роста заболевания. Ну, хочу сказать, на оружие, на вождение, процент отказов маленький, но у нас очень много сейчас стало отказов, ну, причем конфликтных, кто оформляется даже на госслужбу. Такое впечатление, что это госслужба притягивает иногда людей с явными такими интересными отклонениями. Поэтому отказываем, не рекомендуем, отвечаем на жалобы. Но это нормально, тем не менее, что мы как этот рубеж, через который пройти будет все сложнее и сложнее лицам, которые не должны быть при должности, при оружии, при машине в здоровом обществе. Понятно, что мы не можем перечислить всех пунктов, показателей того, что человек не здоров или не может. Все прописано в приказах, все прописано в документах, эти документы висят на стенде у нас. Ну, единственная проблема нашего населения, уже, как говорится, мы уже смирились с этим, никто не хочет читать. Все документы висят, и законы ветеранов, и законы программы госгарантий, но никто не читает. Задут одни и те же вопросы, в жалобах пишут, одни и те же проблемы описывают. И мы уже решили сделать уже проще. Вот по налоге, как с налоговой федеральной службой, мы уже повесили телевизор перед регистратурой, на следующей неделе запускаем туда ролик 10-15 минут, и он будет, пока человек стоит в очереди, он будет это все слушать, что можно, что нельзя. Пассивный способ доведения информации, потому что, если на стенде все висит, но спрашивают одни и те же вопросы, все то же самое. Мы уже смирились. Ну, то есть я правильно понимаю, что один из все-таки пунктов показателей того, что человеку нельзя водить автомобиль или покупать, приобретать оружие, это все-таки скрытая агрессия? Нет, скрытая агрессия, она сама по себе не является противопоказанием. Явным противопоказанием будет нарушение поведения. Если у человека нарушается поведение, ну, да у нас по психиатрическим нашим моментам там... Есть определенные показатели. Да, то есть мы даем ему отказ. Поэтому здесь, в данном случае, уровень агрессии, ну, у всех разный. Почему? Вот человек, который купил себе ружье, он же явно не самый добрый душит человек, если он может убить там оленя. Это живое существо. Смотреть, прицел, стрелять, убивать. Ну, все равно уровень агрессии есть. Человек получает какое-то удовольствие от смерти другого живого существа. Поэтому мы внимательно смотрим за тем, чтобы этот уровень агрессии не перескочил выше. Как вы уже сказали сами, подобные обследования при приеме на госслужбу проходят те, кто, собственно, хочет там работать. Они делают это при приеме, и потом, наверняка, чаще, да, у них какие-то идут проверки регулярные? Нет, знаете, проблема... Ну, как это? Например, опять же, взять модель силовик структуры. Человек постарается на работу, обходит комиссию, окружу военно-врачебную комиссию, психолога смотрит. И потом каждый год проходит диспансеризация. Его смотрят, его динамику, в том числе и психиатр. У нас, если человек прошел психиатра, то в следующий раз он попадет к нему, например, если у него права закончатся, или разрешение наружу закончится. За это время с ним произойти можно все, что угодно. Вот я и хотела к этому вопросу подойти. То есть 10 лет права, 5 лет оружия. Это достаточно серьезный срок. Да, серьезный срок. И хотелось бы, чтобы законодательно закреплено было, чтобы это чаще проходило смотр. В таком случае мы сможем, по крайней мере, вылавливать уже нарушения, может быть, на ранних стадиях. И в свое время принимать меры для того, чтобы человека лишить или винтовки, или управления автотранспортом. Потому как или иначе за 10 лет может все, что угодно произойти. Максим Николаевич, давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор. Максим Николаевич, наверняка немало людей приходят пройти обследование, пройти медкомиссию. Как обстоят дела с очередями сегодня? Я думаю, что граждан интересует этот вопрос. Как всегда. У нас в среднем, может быть, в день может проходить от 150 до 250 человек. В это время даже думали поставить по аналогии запись. Но с другой стороны, чтобы люди могли дистанционно записываться, но люди приходят, когда им удобно. Иногда волна пройти часов 10 человек, сразу 150. А потом, как после обеда, уже никого. Ну, в любом случае, в любом случае, эта запись дистанционно у нас она нисколько не может не сработать. По одной простой причине, что люди, еще раз говорю, они не читают на сайте информацию, они не читают на статье объявлений. И они приходят, например, с такими вопросами, как вот хочу пройти обследование. А сам он живет в Уссурийске, например. Или где-нибудь там приехал только из Дальнереченской, или с Читы. А по закону положено, чтобы он имел 5 лет регистрации. Здесь, если он проходит, либо он должен предоставить документ, что в течение 5 лет там не находился на учете у психиатра. Вот если человек так вот запишется, придет по времени, а ему сразу отворот-поворот. То есть начнется скандал, разбор. А так сразу он оформляет бумаги, в реке структуре ему объясняют, и он пошел за своей справкой. Или делает запросы, либо... Ну, такие моменты. Но в очереди бывают. Для того, чтобы немножко снизить вот этот накал, мы, опять же, с прошлого года сделали, пролицензировали себе два филиала в городе Владивостоке. Это у нас первая поликлиника, филиал, который на Комсомольской, и Асклепи, который на Постышево. Мы пролицензировали там свои кабинеты и посадили туда своих врачей. И дело в том, что наша задача максимально приблизить помощь там, где она и оказывается. Ведь при оформлении разрешения на оружие, на вождение, человеку нужна не только справка от психиатра, ему нужна целая справка. Они получают в поликлиниках. Вот те поликлиники, где проводят эти освидетельствования, мы туда стараемся сейчас определять свои кабинеты. То есть, чтобы человек не бегал по всему городу. Вот пришел, например, в первую поликлинику, он прошел в лора, там, окулиста, терапевт, посмотрел, а потом должен идти на Некрасовскую за справочкой. Он может пройти все там. Наш врач-психиатр за те же, в принципе, как говорится, деньги, все то же самое сделает буквально, ну, как в огно-кно, мечта многих, чтобы никуда не ходить. То же самое у нас с Асклепи. И в этом году мы уже в конце декабря прелицензировали третью точку, и будем в феврале открывать. Это поликлиника Рыбаков, которая на Чуркине, ну, открывая клиническая больница, номер два, и это поликлиника. То есть, у нас три точки в городе Владивостоке уже, и одна у нас в находке. Поэтому, и вот, кстати, в этом году, у нас за прошлый год, если анализ подводили, прошло порядка трех с половиной тысяч человек по тем точкам. 50, у кого экспертиз в целом, по диспансеру, из них вот практически чуть меньше, сколько там получается, 5% или больше, это прошло уже в внешних точках. То есть, люди об этом, в принципе, тоже не знают, об этом написано, об этом говорим, но все идут по привычке в диспансер. Тем более, что наркологическая служба тоже в первой поликлинике в Асклепе тоже врач выдает сразу из нарколога осмотр, из-за психиатра. То есть, мы упрощаем людям, в принципе, задачу. То есть, стараемся... Люди просто не знают, что можно так. Не знают. Мы об этом при каждом удобном случае говорим, пишем, говорим, пишем. Но тем не менее, я даже зашел как-то в диспансер, и там в очереди еще 25 стояло. Я говорю, товарищи, вы можете пройти то же самое. Там, там, там. Вопрос. А там коммерческая организация. Это мои доктора Света за те же самые деньги, за те же самые услуги вам оказывают. Не поверили, остались. Даже вам не поверили. Но тем не менее, пойдут, возьмут справку и пойдут в эту же поликлинику проходить комиссию дальше. Но тем не менее, мы надвигаемся в этом направлении. Я просто еще хочу максимально разбросать эту помощь, приблизить ее к тем точкам, где проводится сама медицинская комиссия, итоговая общая врачебная комиссия. Это будет удобнее для населения и удобнее для наших больных. Потому что в диспансерах хоть не только люди, которые идут за справкой для психиатра, психиатра на вождении наружу, но там еще и у нас пациенты. Потому что, чтобы они выщерб пациента было, мы хотим сместить этот акцент все-таки на общеполиклиническую сеть для того, чтобы люди там могли дать возможность врачам работать больше с больными. Они так работают приоритетно с больными, но все равно, когда большой поток наплыв идет, приходится очень хорошо регулировать этот процесс. А расскажите, пожалуйста, про лабораторию, которая открылась у вас в клинике и про специалистов. Штат немножко расширился, они проходят, я знаю, специальную подготовку. Не могли бы вы этого сказать? Да, это по стандартам нашей психиатрической службы есть поднятие патопсихологической лаборатории. Но это, если раньше у нас, например, в каждом отделении работал психолог, то теперь мы сделали, создали лабораторию, у них есть свой заведующий. И большой плюс – это единообразие, это возможность замены, подменять друг друга. И, главное, своеобразная стандартизация работы, чтобы каждый работал не так, как он знает, как он имеет, и под контролем заведующего отделения, который не является, по большому счету, психологом, является просто врачом-психиатром, хорошим опытом, а под руководством опытного клинического психолога. То есть мы немножко сделали это структурно подразделение для того, чтобы было легче работать в этом направлении. То же самое у нас в патопсихологической лаборатории, сейчас диспансеры. То есть нам нужно единобразие, нам нужна стандартизация, нам нужно понимание того, что мы все делаем так, как должно быть в соответствии с законодательством. Максим Николаевич, может быть, вы сейчас озвучите, куда обратиться за информацией, помимо того, чтобы прийти в клинику и спросить лично у докторов, то, что вы сейчас говорили выше, куда, может быть, есть сайт, может быть, есть номер телефона какой-то? У нас есть информация в открытом доступе и сайт психиатрической больницы, и диспансеры знают все его, и в приемную позвонить. Ну, по крайней мере, главное, чтобы люди читали то, что там написано. Ну, они же тут... Ленятся. Да, ну, там все написано. Вот, например, законы ветеранов, тоже парадокс. Жалоба большая пришла, пишут, мне там отказали, мне не дали на вождение справку. Я воевал, я заслуженный, там у меня ордена. И позвонил потом вот этот еще человек. Я ему объясняю, ну, в законе там написано буквально следующее, что ветераны боевых действий обладают правом на бесплатную медицинскую диспансеризацию, а, помощь, и диспансеризацию вне очереди по месту сферы регистрации. Больше ничего. У нас программа госгарантия так прописывает. Все, что вошел в программу госгарантии, все делается бесплатно, все, что нет, делается за деньги граждан. Вот, как многие говорят, почему вы должны платить за психиатра, за психолога при обследовании? А потому что это процедура добровольная. Никто никого туда не называет. То есть человек приходит и я хочу, как говорится, получить. Нет проблем. Он подписывает договор, он подписывает согласие, он приходит освидетельствование. Если бы это записано было в программе госгарантии, то есть государство сказало, вот это будет делаться бесплатно, укажется источник покрытия затрат. То есть мы будем делать это бесплатно. Пока государство говорит, что вот это за деньги, а вот это бесплатно. И все, что мы сейчас делаем, это называется, мы оказываем населению услугу, за счет средств, которые, в принципе, мы содержим и лечебные учреждения, там определенные стати расхода. То есть мы, многие говорят, мы там зарабатываем какие-то бешеные деньги. Нет, не бешеные. Все, что заработано, все уходит на оснащение, переснащение, на ремонт наших лечебных учреждений. Поэтому, ну, такие правила игры. Я знаю, что ваша клиника выиграла в одном из конкурсов. Почему в одном? Не в одном. Это всесоюзный конкурс наш. Мы заняли первое место по психообразованию. Среди других учреждений. Что очень нужно. Да, мы постоянно ведем работу по разрушению, может быть, стигмы. Слово такое, может, по-русски, многие не знают, вкуши стигмы, но вот предвзято в отношении психиатрии. То есть, наши доктора, психологи активно работают в нерабочее время, причем это не связано с работой, с родственниками, проводят всевозможные мероприятия, там, кружки, лектории. И занимаются тем, что объясняют, кто такие душевнобольные, как с ними жить, как с ними работать. Иногда до парадокса приходят. Люди настолько боятся, что если, например, кто-то где-то что-то не так сделал, могут позвонить, написать, приходит там представитель домов, комитетов, срочно заберите от нас этого человека. Он там чудит, он там забаррикадировался, он кому-нибудь угрожает мне, он что-нибудь там делает противоправно, но нет. Почему? Мы его боимся. Почему боятся? Вот у нас есть куча больных, от которых реально надо бояться. Например, больные туберкулезом, которые их сложно лечить, их надо всех поймать, посадить, отлечить, что называется. Их не боятся. А сумасшедший, у которого не заразный, ведет себя достаточно адекватно, спокойно, но по нашим понятиям спокойно, адекватно. Многие боятся, потому что они не понимают. По незнанию. По незнанию. И поэтому мы стараемся вот этот стереотип разрушить. Я вас поздравляю с этой победой. Я думаю, это будет отличным поводом для встречи на следующем эфире в этой студии. Официально вас приглашаю сейчас. Спасибо. И спасибо, что пришли сегодня, рассказали, подарили нам эту ценную информацию. Спасибо, что нашли время. Спасибо большое. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин